Добрый вечер, Гомель! К новым сезонам готовятся театры, ну а картинные галереи готовят новые выставки и множество интересных проектов об этом. И даже чуть больше поговорим сегодня вечером. Не переключайтесь, мы начинаем. Друзья, сегодня у нас в гостях директор картинной галереи Гаврила Ващенко Людмила Михайловна Шамбалева. Здравствуйте! Рад вас видеть, потому что у меня в гостях вы не были очень-очень давно. Да, Сашенька, действительно это так. Спасибо за приглашение. Я тоже очень сегодня рада побывать у вас в гостях. Тем более в такой совершенно обновленной новой студии. Спасибо огромное, что заглянули к нам на огонек. Тем более вопросов очень много. И вы знаете, наверное, вопрос, который не только меня интересует, но и многих. Вот каким запомнилось это лето для картинной галереи? Ну, у вас такой немножко вопрос философский. Каким запомнилось? Наверное, вообще всем жителям республики, и не только, оно запомнилось немножко пандемией. Но в то же время, несмотря на это, наше учреждение продолжало работать в полном режиме. И я хочу сказать, что мы думали, что посетителей у нас не будет. Но у нас посетители были. Конечно, не в таком количестве, какое привыкли мы видеть раньше. Но в то же время люди были. Более того, мы пошли на новые формы. Мы стали работать совершенно в индивидуальном порядке. Кстати, вот новые формы. Смотрели опыт коллег по музейно-выставочному искусству в других городах, странах? Или находили свои, скажем так, уникальные авторские решения? Знаете, Александр, скажу совершенно честно, мы не подсматриваем у кого-то. Мы ищем свой почерк, и мы имеем свое лицо, своего учреждения. Но надо сказать, что мы все люди профессиональные, люди, которые работаем для людей. И всегда держим на пульсе, что нашим людям интересно. Конечно, было много звонков всевозможных, а как посмотреть, а как прийти. Мы сделали индивидуальные заказы. Можно было позвонить в галерею, и совершенно с одним человеком, или с одной семьей, с какой-то совершенно закрытой группой могли работать наши сотрудники. Это тоже был очень важный момент, и такие звонки были. Например, пожилые люди, которые не хотели быть в массовке в галерее в это время. Поэтому они могли прийти совершенно по звоночку в любое удобное для них время. И мы работали для людей. Вообще, наша галерея, если быть совершенно честным и откровенным, мы все думаем о наших людях. Мы думаем о том, что им интересно. Чего сегодня хотят наши посетители. Кстати, а чего сегодня хотят посетители? Посетители, наверное, знаете, хотят, говорят, зрелищ, зрелищ хотят, как мы говорим. Да, хлеба, зрелищ надо. Люди устали находиться в домах. Многие немножко, кто-то в стрессе был, да, кто-то в депрессии был. Ведь то, что произошло, скажем, в стране, конечно, не из приятных. И настроение многих где-то оно поникло. Люди боялись чего-то, да. Кто-то, конечно, переболел. Это тоже немаловажный вопрос, который ударил по внутреннему состоянию человека. Поэтому, понимая это, мы старались и мы делали все возможное. Все-таки как пойти навстречу нашим людям и немножко порелаксировать с ними, поднять настроение. Мы закачивали интересные фильмы для того, чтобы люди индивидуально могли посмотреть по той или другой выставке или по какому-то материалу. Мы работали индивидуально. Мы разводили по залам. То есть, хочу сказать, что все наши сотрудники, весь наш коллектив сегодня думает о людях. И я это говорю с большой уверенностью. Ну, это пишут и сами посетители в отзывах, и на сайте галереи, и где-то в соцсетях. Более того, что картинная галерея уже завоевала популярность и тем, что находится в очень удачном центре города, и тем контентом, который предлагается. А вот есть ли, может быть, вопрос и общий. Картинная галерея Гавриила Ващенко на сегодняшний день это? Это культурный центр, это центр эстетического воспитания, это методическое пособие для общеобразовательной системы, потому что мы очень плотно работаем сегодня с учебными заведениями, с предприятиями и организациями нашего города. Поэтому вот это такой, я бы сказала, знаете, даже центр культуры. Вот что такое сегодня картинная галерея. Хотелось бы напомнить нашим зрителям о том, что в эти дни, в этот период, картинная галерея продолжает радовать интересными выставками, которые вот и сейчас действуют. Думаю, будет интересно рассказать о выставке «Два мира, две страны». Она вот еще, скажем так, спешите видеть, до 30-го числа она будет открыта? Да, это выставка «Две мира, две страны». Подограф Станислава Янчарский. Да, Станислав Тадеушевич Янчарский, организатор этого проекта. Человек, который посетил 47 стран. Вообще он удивительно интересный человек, и у него очень много работы, фотографий. И вы знаете, вот мы заговорили с вами еще, кстати, о посетителях, хочу сказать. Буквально вчера, вроде с нежеланием по Центру социального обслуживания к нам шли люди пожилого возраста на экскурсию. Ну, это бесплатная экскурсия. Шли с нежеланием, но покинуть здание галереи они не смогли. Как раз вот эту выставку «Два мира, две страны». Это уникальные фотографии. Причем не просто, знаете, где-то с какой-то книги сняты, а то, что видел человек сам. То, что он ощутил. Именно свои ощущения. Плюс здесь же мы показываем и фильм, который предоставил нам Станислав Тадеушевич. Поэтому выставка действительно яркая, интересная, позитивная. Ну, и учитывая, что в этом году многие не смогли куда-то далеко уехать, что-то посмотреть. Вот это как раз было классное, такое релаксирующее, я бы сказала, посещение, где ты заряжаешься уникальной энергией. Вот то, что касается подбора выставок. Вы доверяете вашим специалистам или все выставки отбираете лично сами? Вы знаете, Александр, скажу так. Вначале мы работаем все вместе творческой командой. Получает задание каждое из сотрудников. Но кто работает в творческом плане, надо сказать, у нас не так много сотрудников. Всего 21 человек. За галерею-то разве мало? Ну, вы не забывайте, что только 4 человека у нас, Этера, все остальное, это у нас техническая служба. Это люди, которые занимаются подготовкой здания, состоянием, техническим состоянием здания. Нам сегодня очень далеко, скажем, до Дворцово-Паркового ансамбля. Если, например, во Дворцово-Парковом ансамбле у наших коллег в музее 100 человек, то у нас 21. Поэтому, конечно, разница существенная. Но, к сожалению, у них и площади побольше у коллег наших. У нас здание камерное поменьше. А работает у нас 4 человека вот в таком творческом тандеме. Мы ищем каждой выставки, потом мы обсуждаем, мы рассматриваем, какую выставку берем, какую, может быть, нет. Потом мы смотрим какой-то период. Например, если это школьные каникулы, то, конечно, хотелось бы что-то такое, какую-то выставку, которая была бы интересна школьникам, чтобы и их сегодня подтянуть в наше учреждение. Если это какие-то знаменательные даты, и на это мы тоже обращаем внимание. То есть, знаете, я бы сказала, есть такое хорошее идеологическое слово. Мы подходим очень идеологически к подбору, к подготовке плана наших выставок. Сейчас продолжает работу, и я думаю, это большое счастье для нашего города и для области, выставка «Неизвестный Ван Го». Да, «Неизвестный Ван Го». И мне почему-то кажется, что эту выставку зрители посетили уже не по одному разу. Да, Саш, я с вами вполне соглашусь и хочу сказать, что по многочисленным просьбам мы эту выставку продлили. Ну, например, вот известная наша гомельская художница Шаба Алтас. Забыла, правда, ее имя, к сожалению. Она даже меня лично просила, говорит, Людмила Михайловна, убедительная просьба, договоритесь продлить выставку по сентябрь. Я так хочу показать своим ребятам, с которыми работаю в 19-й школе. И понимаете, я понимаю, что действительно это важно, это интересно. У нас очень много школ с изобразительным искусством, с направлением, которым действительно надо посмотреть. Нет ни одного дня, чтобы галерею не посетил ни один человек. Такого нет. То есть каждый день в галерее есть посетители именно на этой выставке. Вот я хотела бы сделать акцент. Потому что здесь не только можно посмотреть индивидуально. Знаете, очень многие хотят индивидуально, даже без экскурсовода почему-то. Ну, хотят спокойно походить, посмотреть. Тем более, очень много материала есть. А кто-то с экскурсоводом желает только. То есть у нас для любого посетителя, неважно, сколько человек придет, один или десять, экскурсовод работает с каждым. Плюс фильм можно посмотреть про Ван Гога. Сувенирная продукция очень интересная. Поэтому я бы сказала, что интерес мы увидели огромный у жителей нашего города. И мы ее продлили по сентябрь месяц. Чтобы успеть школьникам тоже дать возможность, все-таки побывать у нас. Ведь есть же в школе сегодня предмет мировой художественной культуры. Поэтому, возможно, и по этому предмету педагоги организуются и придут в картинную галерею. Ну, и вообще Ван Гог в Гомеле, по-моему, это здорово. Ну, да. Ведь у нас много интересных. Вы помните, было выставок и Пикассо, и Дали, и Матисс. То есть мы стараемся, разыскиваем сегодня те имена, которые были бы интересны. Нам хочется пополнить и багаж знаний тех, кто далек все-таки от мировых имен. Послушайте, откройте секрет. Насколько трудно договориться подобную выставку сегодня привезти к нам? Ну, могу сказать, что не все просто. Здесь не только, скажем, договоренность. Ты идешь на какие-то уступки, на какие-то требования. Ведь расходов очень много. Это и страховка. Приходится оплачивать дорогую страховку. Это и транспорт, о котором мы договариваемся. Кто берет на себя расходы. Или мы берем пополам. Или мы берем, скажем, на каких-то процентах работаем. Поэтому, хочу сказать, иногда так становится обидно, когда вкладываешь силы, энергию, здоровье, а гомельский зритель не совсем еще готов. Ну, вот буду с вами совершенно откровенна. Когда у нас была выставка Александра Шадрина Далиев и Пикассо. Это была сборная выставка. Это был один из известных коллекционеров московских. И эта выставка была и в Минске, она была и в Гомеле. Вот тогда, я помню, Олег Гайрич Рыжков. Он работал как раз директором Национально-исторического музея. И он брал эту выставку, и мы ее брали, эту выставку. И если в Минске посетило 32 тысячи человек, то в Гомеле 2700. Было очень, даже, знаете, вот как-то порой и стыдно. Поэтому так хочется, что все, что мы делаем, чтобы как-то люди немножко активизировались. Хочется повернуть к культуре и к искусству. Поэтому здесь, наверное, знаете, еще большой момент. Я бы сказала, я бы хотела сегодня обратиться, может быть, и к школам. За очень по воспитательной работе, которые занимаются воспитательной работой. Есть классные часы, есть предмет мировой художественной культуры. И почему бы сегодня ребят, ну, хотя бы там раз в месяц не сводить? Потому что, знаете, есть такие школы, которые вообще дорогу не знают. Есть и такие. Еще есть такие. Не поверю. Да, ну, есть, например. И я не боюсь сказать, сегодня у нас и рядом с нами областной лицей, да, который вот уже два года дороги не знает, находясь в 15 минутах от нас. Поэтому есть вопросы. Но это уже к воспитательному процессу этих учебных заведений. Вот продолжая тему 1 сентября и вообще начало нового учебного года. Насколько мне известно, к открытию как раз в этот период готовится еще одна выставка в галерее. Ну, Сашенька, у нас уже стала традицией 1 сентября, первый учебный день, начинать открытием выставки дипломников именно Гомельского художественного колледжа. Ну, во-первых, здесь очень несколько аспектов. Первое. Мы показываем наши молодые таланты, которые получили специальное образование. И поэтому наши площадки мы даем для просмотра именно дипломных работ. Во-вторых, это идет популяризация учебного заведения, что тоже немаловажно. Чтобы знали, что есть такой колледж художественный. Он готовит такие-то кадры. Этот момент. Поэтому вот каждое 1 сентября каждого года, вот в 14 часов 1 сентября в этом году, мы открываем дипломник 2020. У нас такая тесная, теплая дружба и с художественным колледжем. И не могу не сказать сегодня, упомянуть еще и колледж народных художественных промыслов. Мы тоже активно работаем с этим учебным заведением. И залы предоставляем, и показываем, чем занимаются ребята в этом колледже. Вообще у нас молодежь талантливая. Вот хотелось спросить, много ли талантливых художников, из выпускников, из тех, чьи работы представлены на этих выставках? Вы как директор, как профессионал, как ценитель? Я бы сказала, знаете, не директор, а менеджер. Вот я люблю говорить все-таки менеджер. Человек, который на пульсе, держит организацию всех вопросов. Вот для меня больше это слово как-то звучит. По вашему наблюдению, много ли их? Могу сказать, у нас много талантливых ребят. Потому вот, как я смотрю на эти работы, вот у нас в прошлом году уникальные работы были, именно дипломников. В этом году, вот сейчас как раз готовится экспозиция, и видно, что работы довольно серьезные. Во-первых, дипломные работы ребята готовят вместе со своим куратором, с преподавателем. Поэтому там чувствуется немножко, где-то тоже рука есть педагога. Но в то же время молодежь у нас, поверьте, очень талантливая. У них очень классные работы. А когда мы проводили проект «Я художник, я так вижу», и здесь они принимали участие. Именно вот я бы здесь отметила как раз колледж народных художественных промыслов. Они такие интересные, принесли нам белорусские куклы в интересной упаковке. Они отработали так, это уже почти сувенирная продукция, как порой не работают наши предприятия, нашей промышленности. Потому что вот сегодня очень важный момент, я бы даже подняла в вашей программе, это упаковка. Насколько сегодня важно, как упакован товар. Совершенно верно. Понимаете? И для меня, когда я вот хожу по нашим сувенирным магазинам, по секциям, я обычно больше это, на это обращаю внимание. Как же это упаковано? Ну, немножко не хватает. Вот здесь не доработано. То в колледже народных промыслов, я хочу сказать, они это сделали очень здорово. Это правда. Скажите, а вот на подобной выставке, вот как 1 сентября, вы принимаете участие в отборе картин? Или, скажем так, дверь открыта для всех талантов? Для дипломных работ, вы имеете в виду? Да. Значит, ну, во-первых, я расскажу, как это происходит. Мы сами отбор не делаем. Мы полностью отдаем, скажем, на решение руководству колледжа. Потому что это их работы. Они, руководство, например, лучше знает колледжа, какие работы надо представить, что надо сегодня показать. Поэтому то, что нам это учебное заведение предоставляет, мы те работы будем показывать. В этом году это будет более 30 работ представлено в залах галереи. Вот продолжая тему проекта «Я художник, я так вижу», ну, по-моему, второй или третий год я наблюдаю за тем. Третий. Третий год, наверное. Но наблюдения мои ограничиваются только тем, что где-то осветить, где-то информацию дать, где-то итоги подвести и об этом рассказать. А вообще, как возникла идея с таким названием? Ну, по-моему, сама фраза «Я художник, я так вижу», она вот приобрела какую-то материализацию. Ну, я хочу сказать, вот здесь я уже могу совершенно точно сказать, что когда-то я посмотрела в Минске, я, Малевич, я, Шишкин, да, шел такой проект, и все желающие шли во дворец республики, приносили свои работы. Вы знаете, я ночь не спала и думала, какой интересный проект, а что же можно сделать в Гомеле? Кстати, я всегда где бываю или что-то смотрю, я думаю, а как перенести на наш город, на наши залы, потому что мы все разные. У кого-то большое пространство, у кого-то поменьше. И эта мысль мне пришла после того, что я увидела вот этот проект по Минску. И я думаю, подождите, у нас же в Гомеле очень много людей. И когда тебе звонят, как руководителю, говорят, я бы хотел выставить свои работы. Ну, а сколько у вас работ, я задаю вопрос. Ну, у него там три или пять. Подождите, мы не можем, мы можем полноценную выставку, мы должны делать. Поэтому вот здесь подумал и решил, подумал и решила, что а почему бы не сделать в Гомеле такой проект? И тогда я пригласила к разговору своих коллег, и Олега Курашова, и Татьяну Борисову. Говорю, ребят, давайте подумаем, давайте вот сделаем такое, давайте поработаем с названием. И это название, у нас много было предложений разных, но вот с этим, скажем, коллективом небольшим, мы остановились на этом названии, потому что оно очень хорошо заявляло и говорило о себе. И тогда мы решили, дадим объявление. Вначале пугались, да, пугались, потому что думали, ну, придут, не придут. Если придут, то кто придет? Да, кто придет. Поэтому, а потом мы увидели, что потихоньку пришли и профессиональные художники, и непрофессиональные. И люди, которые только начинают этим заниматься. И сколько было радости, я видела одной женщины, которая приехала к нам из ветки, и она говорила, боже мой, это у меня есть возможность выставить свою работу, и люди при меня узнают, причем из совершенно разных профессий, обратите внимание. Например, заведующая поликлиникой, да, второй, Наталья Дмитриева, которая уникально вышивает, у нее настолько интересной работы. И что мы делали? Мы же еще голосование проводили, причем, подчеркну, народное голосование. То есть каждый посетитель галереи имел право посмотреть выставку и проголосовать за понравившуюся ему работу. И люди голосовали. Мы потом определяли победителя. Победителю предоставляется зал в удобное для него время для персональной уже выставки. Поэтому здесь вот этот проект, он несет таких несколько интересных аспектов. Первое. Мы даем возможность помещения, предоставляем всем творческим людям. Мы раскрываем творческих людей. Мы помогаем им заявить о себе и не бояться этого, и двигаться дальше. Сегодня у тебя одна-две работы, а может быть завтра будет действительно полноценная, хорошая выставка. Ну а потом, знаете, это тоже хороший заряд и уверенность в себе, когда человек видит, что он востребован, он интересен, когда ты стоишь и сравниваешь свою или другую работу. Ну, на мой взгляд, да, я думаю, и посетителей, это уникальный проект. И поэтому в следующем году мы вновь его будем продолжать. Это уже будет... С января месяца 2021 года. С января, да, будет объявлено опять, что мы продолжаем. Я художники, я так вижу, и могут принимать участие не только жители Гомеля, а Гомельской области. И, наверное, знаете, в следующем году мы пойдем еще дальше, потому что было очень много звонков. Нам звонили из Могилева, нам звонили из Гродно, из Витебска. А можем ли мы принять участие? Но мы решили, что, наверное, нет. Дадим пока гомельчанам. Пусть все-таки... А я уже хотел спросить, неужели этот проект приобретает статус республиканского? Вы знаете, Саша, а вот буду с вами честна и скажу, мне раздался звонок организаторов Минска, кто делал проект Ямалеевич, там Яшишкин, Ямалеевич, и они говорят, Людмила, мы посмотрели на ваш проект, ну, говорит, понятно, что это не наш проект, они боялись авторский. Нет, подождите, у нас совершенно по-разному называется. У нас условия немножко другие, у нас и народное голосование. И они говорят, давайте сделаем что-то вместе. Давайте дружить. Я говорю, с удовольствием. Вы знаете, вот всегда хочется работать с людьми, кто творчески подходит, у кого горят глаза, у кого какие-то интересные инициативы. И я вот пользуюсь случаем, сегодня вашим эфиром, хочу обратиться ко всем и сказать, дорогие гомельчане, дорогие жители Гомельской области, если у вас есть интересные предложения, приходите, всегда рады поддержать любой интересный, творческий, креативный, подчеркиваю, проект. Если я правильно понимаю, то картинная галерея Гавриила Ващенко очень, ну, скажем так, дружелюбно настроена по отношению к молодым, еще никому неизвестным художникам. Саша, мы всегда настроены. Вот вы знаете, я всегда на молодежь смотрю особенно. Мне всегда хочется, чтобы у молодых была дорога. И для этого всем говорим, давайте начнем с одной картины. Ведь можно же сделать и выставку одной картины. Давайте участвовать в наших проектах. И вот в этом же проекте я художник, я так вижу. И когда проходят вообще выставки сборные, скажем там, художников Гомельской области, молодежь может участвовать всегда. Кстати, мы же проводили, помните вы или нет, но я-то помню это точно, такой проект про движение. Проводили мы это совместно с областным исполнительным комитетом, при поддержке нам помогли, где мы пригласили всех творческих молодых до 30 лет, творческую молодежь, участвовать в проекте. И надо сказать, ребята очень откликнулись хорошо. И мы увидели наши таланты и Речицы, и Рогачева, и Добруша, и Ветки. Я не назову сейчас, конечно, имена, но о том, что принимали из области ребята, это тоже говорило о том, что талантов у нас много. Но самое главное, надо им помогать. Надо помогать их продвигать, надо помогать давать возможность им выставляться, ну и, наверное, как-то обращать на них внимание. Поэтому мы это делаем. Вот я вам назвала. Про движение. Я художник, я так вижу. Выставка дипломник, выставка учебных заведений. И это еще не все проекты, о которых я сегодня собираюсь с вами поговорить. Друзья, оставайтесь с нами, оставайтесь на нашем канале. Это программа «Добрый вечер». Гомель, вернемся в эту студию буквально через мгновение. Не переключайтесь. Друзья, наш «Добрый вечер» продолжается. Напомню, у нас в гостях сегодня директор, как вы попросили называть вас, менеджер, картина галерея Гаврила Ващенко, Людмила Михайловна Шимбалева. Говорим мы сегодня о том, чем же живет картина галерея Гаврила Ващенко. И сейчас поговорим о том, что не только можно посмотреть, но и чему можно научиться в стенах вашей галереи. Вы воспитываете таланты на базе вашего учреждения. Успешно работает, в частности, детская студия фигурно-скульптурной лепки. Вот давайте об этом поговорим. Набор уже объявили на этот новый учебный год? Ну, хочу сказать о том, что тот, кто открывает сайт нашей галереи, он видит всю там информацию. И на сайте, конечно, давно размещено. Но, знаете, я всегда говорю, самое лучшее – это сарафанное радио. Те ребята, которые уже занимаются у нас, конечно же, они рассказывают. И с 5 сентября мы начинаем занятие фигурно-скульптурной лепки. 6 сентября мы продолжаем работу нашей студии в гостях у Тюбика. Но и еще, Саша, вот здесь немножко вставлю, с этого года мы открываем еще одно новое такое творческое объединение – Дали. Куда? Мы приглашаем совершенно разного возраста. Это из 10 до 15 лет молодежь, из 15 до 25, из 30 до 60 лет. Пожалуйста. И эта мысль тоже пришла не случайно. Вы знаете, было очень много звонков. Скажите, а можно ли вот как-то мне столько-то лет, ну, уже не 10, не 15, скажем, да, далеко за 40, вот могла бы я как-то у вас вот поучаствовать? Такие звонки раздавались. И в этом году мы делаем набор, мы берем талантливого педагога. Поэтому кто сегодня еще желает или кто не успел, мы тоже просим сегодня, приходите к нам, мы рады будем с вами заниматься. Тем более сейчас мы изучаем, какое время было бы удобно этой категории, какой день, какое время. Вот сейчас мы немножко мониторим. Поэтому начнет работать и еще одно любительское объединение художественное. Именно Дали. Ну, а тюбик вы наш знаете. У нас столько звонков, у нас столько желающих, что мы просто, ну, не можем даже всех вместить. Поэтому мы открываем еще одно объединение. Фигурно-скультурная лепка, где ребята работают с пластикой, работает моторика рук. Помимо того, что они занимаются моторикой рук и что-то делают очень интересное, исторические там миниатюры, это же еще знать и историю надо, они еще пополняют, углубляют свои знания в области истории. Совершенно верно. Это тоже немаловажно. Ну, а потом все-таки ребенок занят. Ребенок занят творчеством. Тот, кто занят творчеством, это вообще уникальные люди. Это просто уникальные люди. И вот посмотрите, приводит, например, родитель своего ребенка на занятие. Сам в это же время родитель, ну, кому-то надо, скажем, куда-то отскочить, он может отъехать, а если нет, может тоже посмотреть наши выставки. Потом. Вот часто говорят, вот в чем разница, или у вас заниматься, или во Дворце культуры. Очень существенная разница. Почему? Во-первых, в храме искусства дети занимаются. Во-вторых, они не просто занимаются. У них есть перерыв. 15 минут занимаются, 2 часа ребята. Они могут посмотреть все, что у нас имеется в наших залах. Все наши выставки. Это тоже уникальная возможность для ребят. Они участвуют во всевозможных конкурсах. И, кстати, в этом году очень много ребят из нашего объединения, я художник, вернее, в гостях у Тюбика, они принимали участие и в проекте «Я художник. Я так вижу». Это было очень приятно. Они приходили на открытие. И как было здорово, когда эти юные таланты находились и с профессионалами, и с теми, кому уже далеко за. Поэтому я думаю, что в этом направлении мы тоже очень активно работаем и рады будем видеть всех, кто желает заниматься творчеством. Тем, о котором я рассказала. Знаете, можно иногда наблюдать такой момент, что человек вроде бы и рад бы попробовать себя в изобразительном искусстве, в лепке, в каком-то арт-направлении. Но тут срабатывает такой момент. Я этого делать не умею. У меня, скорее всего, не получится. И, скорее всего, я приду туда, ну и надо мной будут смеяться. Как здесь быть? С каким уровнем подготовки можно прийти или в гости к Тюбику, или в какую-то другую арт-студию, которую я располагаю у вас? Александр, вы знаете, я считаю, что прийти можно вообще с нулевой подготовкой. Серьезно? Да. И вот есть такие примеры. Приведу вам небольшой пример. Приходит одна из девушек и приводит своего сына. Ну, видно, хотела мама, а сын, наверное, не очень желал, потому что он этим не занимался. И она говорит, ой, можно мы попробуем? Я говорю, пожалуйста, конечно, можно попробовать. И что вы думаете? Вдруг я прихожу через три занятия и смотрю, что этот ребенок, мальчик ходит заниматься. И я говорю, подождите, а вы же говорили, что только попробовать. Только попробовать хотим. А мама говорит, вы знаете, он так увлекся, ему так стало интересно. Но здесь еще, знаете, наверное, все-таки очень важный есть момент, что как работают педагоги. И я хочу сегодня сказать, что у нас работают талантливые. Вот, например, Елизавета Овчинникова. Она талантливый художник, она профессионал, и она педагог. И она настолько умело работает с ребятами, что иногда наблюдаешь, они же возле нее, как возле мамочки. И она с ними на одном языке говорит, и она что-то интересное придумывает. Это дорогого стоя. И она красиво делает с ними перерывы. Поэтому очень много зависит от того, кто еще работает с детьми. Поэтому Борис Купчинов, он тоже с ними интересно очень работает. Поэтому зависит еще от тех, кто с ними. Поэтому даже если у ребенка нет таланта, а почему бы не попробовать? Ведь уйти всегда можно. Остановиться можно. А надо попробовать. Надо попробовать испытать себя. А вдруг вот это твое, это твое призвание. Ведь иногда родители думают, вот в чем мой ребенок талантлив, да, в чем? Танцует, поет, лепит, рисует, что он делает? А почему не попробовать? А с другой стороны, пригодится. Ну, бывает же и так, что приводят ребенка, а увлечение захватывает самого родителя. Встречаются такие случаи? Кстати, вы знаете, да. И вот после того, что дети там, скажем, представляют свою работу, или, например, то, чему научились, у родителя тоже появляется интерес. И вот потом очень многие родители... Почему, откуда же появляется вот у нас новый проект? Потому что много и звонков, и просьб, послушайте, а может и для нас что-нибудь? Пожалуйста. И для вас тоже. Вы знаете, мы готовы работать сегодня с любой аудиторией. Вот совершенно с любой. с трудными, умеющими, неумеющими, понимающими, ничего не понимающими. Потому что ведь наше учреждение, вообще я считаю, учреждение культуры сегодня для того, чтобы помочь развить, понять, воспитать, научить. Понимаете? Вот для чего сегодня существует учреждение культуры. Если это музыкальная школа, то она учит музыке. Если это, скажем, хореографическая школа, она учит танцам. И ведь берут-то все не профессионалов. Материал, как, знаете, сырой материал берешь, и с ним надо работать. Талантливыми же не рождаются, ими становятся. Ну, вы-то объединяете огромное количество арт-направлений. Вот хотелось бы еще об одном поговорить. Салонные встречи. Ну, не только салонные встречи. У нас очень много, вы если освещали, а вы освещали, это правда, и уютный вечер, который мы делаем, и салонные встречи, дорога в мир искусства, где наши сотрудники выходят и в школьные, в учебные заведения, в школы нашего города. И, скажем, мы работаем с закрытыми учреждениями, скажем, нашего города, и на предприятия нашего города. Салонные встречи, дорога в мир искусства, где мы под каждую аудиторию, у нас есть конкретная тема. Если это школьники первого класса, то для них сказочное, фантастическое в искусстве. Если, например, это люди уже там зрелого возраста, народные художники Белоруссии, обязательно мы говорим про Гаврила Харитоновича Ващенко, потому что это бренд Республики Беларусь, это почетный гражданин нашего города. Для меня это вообще, я перебьюсь, даже уникальный человек, который воспитал более 200 учеников. Его работы находятся в 28 музеях мира. Ну, скажем, только в нашей галерее 57 его работ, в Третьяковской галерее 12 работ. Поэтому наша задача сегодня рассказать людям как можно больше об искусстве, пополнить багаж знаний. Вот, например, «Уютный вечер», который у нас был тоже из этой серии «Дорога в мир искусства», где через мультимедиу мы говорили об искусстве. Люди могли обсуждать, посмотрели выставку, а потом же здесь и обсуждение за чашкой чая. То есть люди собрались по интересам. Это тоже очень важно. И причем совершенно разного возраста. Это были и молодые, это были постарше, это были те, кто понимал в искусстве. И вот здесь получился такой творческий проект, когда единомышленники могли поговорить о красивом, получить какие-то еще знания. И когда мы приходим, например, вот лето было, мы были в некоторых лагерях, мы проводили «Дорога в мир искусства», что мы рассказываем об искусстве через мультимедиа, причем очень креативно рассказываем не просто какая-то лекция с вопросами к ребятам. И тот, кто больше всего чего-то знал или ответил на наши вопросы, получает бесплатные билеты на всю семью в картинную галерее. И знаете, как было здорово, когда в один из выходных дней приходит мама, папа и ребенок. И они говорят, представляете, это же ребенок мой заслужил, выиграл в лагере билет в вашу галерею. Я заулыбалась, говорю, ну это здорово, это ребенок ваш просто много знает и решил пополнить ваши знания. Даже был подарок такой классный для всей семьи. Вот понимаете, опять-таки и рождается новый проект. Отдыхаем всей семьей. Но ведь не только картины или какие-то арт-объекты можно посмотреть в стенах галереи. У вас же еще звучит прекрасная музыка. Музыкальные вечера одно так же из направлений, которое уже успело полюбиться меломаном и причем у вас можно услышать великолепный джаз, у вас можно услышать и классику в исполнении народных и заслуженных артистов. Кстати, сегодня в 18.30 у нас как раз в залах галереи, поскольку погода сегодня не очень, скажем, благоприятная для улицы, у нас как раз сегодня состоится этот проект Муз-Арт. Работаем мы совместно с Гомельской областной филармонией. И опять-таки вы сейчас скажете мне, откуда родился этот проект? Я хотел по-другому спросить, почему вы решили запеть в стенах? Расскажу. Вы знаете, искусство, оно многогранно. И вот сегодня очень многим людям, которые приходят просто на концерт, чего-то вот я сама обратила внимание, посещая многие концерты во Дворце культуры железнодорожников, ну, культурно-спортивный комплекс называется это сейчас так, и мы видим иногда что-то на стенах мы видим работы художников, портреты, да, и люди с удовольствием ходят и смотрят. Вы решили, почему бы не наоборот? Да, а я решила, почему бы не наоборот? И поэтому, когда люди приходят на какой-то концерт, у них есть время до концерта, 30-40 минут, по-разному же приходят, да, ну, воспитанные по-разному приходят, за 30-40 минут, а перерыв существует, не все же стоят в буфете за булочкой и за чаем, а кто-то хочет немножко духовной пищи. И мы подумали, а почему бы нам не сделать такой проект муз-арт, созвездие музыки и живописи. Человек приходит на концерт того или иного исполнителя, до начала у него есть время, и он имеет возможность посмотреть выставку, пополнить багаж своих знаний, увидеть еще что-то интересное, а потом он с удовольствием слушает музыку, чарующие звуки музыкальные. Поэтому вот это как раз вот так и родился наш проект муз-арт, созвездие музыки и живописи, где принимают участие совершенно разные исполнители. Лена Гостинская, частый гость нашей галереи. И программу Добрый вечер, Гомель тоже, кстати. Да, и с успехом проходили ее у нас выступления. И знаете, что еще, Саша, важно здесь? Что на этом проекте не только можно послушать исполнителя или какой-то коллектив, можно задавать вопросы. И исполнители отвечают на те или иные вопросы. Это тоже важно, что здесь есть еще, понимаете, такая обратная связь, когда ты можешь поговорить. Вот Галина Павленок, которая выступала тоже в стенах галереи, многим было интересно побольше узнать про ее творчество. Не только про послушать исполнение, но немножко получить обратную связь от исполнителя. И эта уникальная возможность тоже здесь имеется. Вот так родился этот проект. Вообще, мы работаем со многими коллективами. Я сегодня очень благодарна нашим коллегам, которые помогают. Со многими в тандеме. Это и областной драматический театр, иногда и с ними работаем, они нам помогают. И наша Гумельская областная филармония, и наши учебные заведения, поэтому и наш городской центр культуры, то есть наши учреждения культуры города во многом нам помогают. И дворец культуры Белевский, когда мы обращаемся. Вот если у нас Ночь музеев проходит, то, конечно же, нам надо и музыкальное сопровождение, чего мы сами не имеем. Поэтому спасибо огромное вам, коллеги, если вдруг вы меня слышите. Я очень признаю вам за ту помощь, которую вы оказываете нам. Вы вспомнили про Ночь музеев, проект, который ждут во всем мире в целом и в нашем городе в частности. И все учреждения стараются просто удивить и по-хорошему шокировать своих зрителей. Этот год, несмотря на все трудности, не стал исключением. Вы также серьезно подошли к подготовке этого проекта. Ну, хочу сказать, Саша, сразу вас уже извините, что перебиваю. В этом году все музеи не принимали участия в Ночь музеев. Кто-то ушел в онлайн. Ну, кто-то в онлайн, да, но я всегда сторонник, что все хорошо живьем смотреть, понимаете. Онлайн это хорошо, когда ты вдруг заболел или находишься дома, у тебя нет возможности выйти, то это тогда да. А так, конечно, лучше двигаться, лучше смотреть, лучше общаться, ведь живое общение не заменишь никакой видеозаписью. Поэтому мы все же приняли решение, мы будем работать, поскольку мы не закрывались, мы работали, вы же знаете, что мы работаем без перерывов, без выходных, мы работали каждый день и мы приняли решение, что мы будем проводить Ночь музеев. Не хотелось ломать эту традицию. Конечно. что несмотря ни на что ее ждали. Конечно. И более того, что очень многие хотели прийти, это раз. Люди звонили, будет ли у вас Ночь музеев? Будет. Конечно, она была не в том формате, который мы привыкли обычно делать. Мы перекрывали, вы помните, улицу, мы развлекали. Но эти представления и перформансы, наверное, запомнили все горожане и гости. Да. Но я хочу, знаете, еще сказать такой очень важный один момент. Вот всегда, когда проходит то или другое мероприятие, ты как руководитель сидишь, как менеджер, сидишь и анализируешь, удалось, что удалось, что получилось, что сделал, над чем предстоит поработать, а что-то надо, может быть, пересмотреть. И вы знаете, немножко, наверное, пересмотрели мы свои взгляды, что не совсем мы должны развлекать, мы должны пополнять знания нашего посетителя. Удивлять – да, но не совсем развлекать. Для этого есть другие учреждения культуры, которые должны развлекать. И эта ночь музеев, она была, опять-таки, не исключением, было и музыкальное сопровождение, можно выпить, было и чашечку кофе, кто желал, посмотреть выставки наши, отдохнуть на нашей лужайке, за мольбертом порисовать индивидуально. То есть это тоже имело место быть, и я вам хочу сказать, что посетители у нас были те, кто этого желал. Но не в том количестве, но все же ночь музеев у нас состоялась. Мы не отошли от этой традиции. Вы знаете, мы, зрители, те, кто приходит к вам получить эстетическое удовольствие, посмотреть новую выставку или презентацию нового проекта, видим лишь одну сторону. Но, например, по телевизионной работе я знаю, что за каждым проектом стоит команда профессионалов, которые готовят это все. Друзья, после небольшой паузы, буквально через несколько мгновений, я думаю, что Людмила Михайловна расскажет нам о команде, которая работает в картинной галерее Гаврила Ващенко и как ведется работа над тем или иным проектом. Не переключайтесь. Это программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Сегодня мы со всех сторон и в деталях рассматриваем одно из ярчайших учреждений культуры. Картина галереи Гаврила Ващенко. В гостях у нас менеджер, главный менеджер, Людмила Михайловна Шимбалева. Спасибо, Александр. Да, но я, знаете, еще дополнила бы вас сейчас. Вы сказали, одно из ярких учреждений культуры, которое занесено на городскую доску почета по результатам за прошедший год. Я надеюсь, в этом году мы тоже не подкачаем и будем тоже яркими и одними из лучших учреждений культуры. Вот вы в начале этого часа сказали, что в вашей галерее чуть более 20 сотрудников. 21 человек. 21 человек. Как ведется работа над созданием того или иного проекта? Например, вот кому приходит идея и вот до, скажем так, перерезания красной ленточки открытия проекта? Ну, вообще, если есть, как говорится, менеджер, да, в коллективе, то он должен сегодня увидеть тактику и стратегию своего учреждения. Понимать, что должно быть сегодня в этом учреждении, как развиваться, как привить любовь к искусству, чтобы люди были небезразличными. Поэтому, вырабатывая свою стратегию, менеджер приглашает свою команду, небольшую команду и обсуждает. Давайте поговорим, давайте посмотрим, будет ли это интересно, что бы мы хотели предложить, давайте посмотрим по выставке, что мы будем делать. Но здесь, наверное, сегодня нельзя только остановиться на этом. Но я могу назвать сегодня и Олег Курашов, и Татьяна Борисова, и Анастасия Казакова, ну, это, скажем, экскурсоводы, главный хранитель, старший хранитель. Ну, это та творческая команда, с которой ты работаешь и выстраиваешь проекты. Но есть еще и та команда, которая благоустраивает это учреждение, делает комфортным. Это и Елена Сухорукова, это и Жанна Гапон. Вы же приходите, когда к нам, Алексей Никифоров, когда вы попадаете в наше учреждение, на территории, вы видите, какой красивый дворик, какая ухоженная у нас территория. Я часто наблюдаю, когда проходят мимо люди, галереи, то на рынок идут, или в Белгут продвигаются. замедляют шаг, останавливаются и долго рассматривают. Часто задают вопросы, а кто у вас этим занимается? Я говорю, вы не поверите, мы все сами. Все сами. Но, конечно, большую часть это делают те люди, которые работают в технической службе. У нас, я уже назвала, Елена Сухорукова, Жанночка Гапон, Леша Никифоров. Скажем, это они больше занимаются этой темой. Ребята, которых я выше назвала творческую бригаду, занимаются творческим проектом «Что будем брать? На чем остановимся?» Развеской тоже, которая занимает немало времени на то, чтобы развесить, но и трудов определенных. Это, конечно, и бухгалтерская служба, которая работает сегодня в коллективе. Это и те же смотрители, которые сегодня у нас есть, которые несут ответственность. И вы знаете, сегодня другое время. Если раньше смотритель музейный, ну, скажем, я беру наше учреждение, только про свое говорю конкретно, музейный смотритель смотрел сохранность картин, сегодня не только в этой функции. Сегодня много других функций этого человека. А билетный кассир, который принимает, встречает человека, это тоже лицо учреждения, от которого очень много зависит. Это первый человек, которого видит посетитель. Конечно. Но и потом, Саша, я не могу сегодня не сказать про наш художественный салон, в котором тоже работают уникальные люди, которые умеют предложить товар, которые умеют убедить, которые умеют красиво встретить и провести человека и не оставить равнодушным. И, конечно, я всегда говорю, не выпустить ни одного посетителя без сувенира. Человек должен уйти с сувениром из этого учреждения. Ну и в конце концов, мы же зарабатываем деньги сегодня. Мы же не сидим только на бюджете и ждем, что на деревьях растут деньги, и мы их получаем. Нет, мы тоже зарабатываем деньги и стремимся зарабатывать, чтобы техническое состояние здания было лучше, чтобы была возможность людям добавить и заработную плату. То есть сегодня вот эта команда, нельзя кого-то одного выделить. Сегодня вот эта команда, 21 человек, поверьте, работают креативно, творчески, ну и в хорошем-хорошем ритме. Скажите, а как попасть в вашу команду? Всем ли, скажем так, открыт доступ стать частью вас? Ну такой вопрос вы мне задаете, даже вот какой-то, знаете, сложноватый, я бы сказала. Как попасть в команду? Ну, во-первых, есть штатное расписание, и оно укомплектовано. Начнем с этого. Поэтому укомплектованный штат, который уже есть, он работает, но это если попасть в команду, можно, но тогда на других условиях. Это может быть, вот, например, как сейчас в нашу команду желает попасть еще одна молодая креативная девушка, которая говорит, а можно я с вами поработаю? Я говорю, с удовольствием. Если есть предложение, да еще и креативное, только приветствую. И вот открываем новую студию, Дали, художественную студию для любого возраста. Пожалуйста, давайте поработаем, я только за. Поэтому вот на таких условиях мы можем принимать людей креативных в свою команду. Вот то, что касается направления работ, которые существуют в картинной галерее Гаврила Ващенко, ну, наверное, как и в моде, и в кино, и в музыке, какие-то свои на каждый период времени существуют, ну, назову их, наверное, модные тенденции, какие-то тренды. Скажите, вы вот за мировыми тенденциями где-то в подобных галереях Европы, Азии, Америки следите? Саша, конечно, я не только слежу, каждый вечер... Что показывают там, что там модно, на что люди хотят посмотреть, на что они пойдут? Люди хотят на имена, идут люди на имя. И это сегодня говорит о том, что и в Гомеле, и в Минске тенденция одна. Ну, я была во многих музеях мировых, я была и в Метрополитен в Америке, в музее, я была и во Флоренции, галерея Уфицы, то есть если я куда-то еду, я обязательно посещаю музеи и галереи, для меня это очень важно. Я смотрю не только на то, что там происходит, а мне интересно, как работает коллектив. Например, когда я посетила один из минских музеев, даже не буду сегодня говорить, я столько увидела негативного, и я потом коллегам об этом говорила, и говорила тому руководителю, что так нельзя в столице сегодня работать. И это отмечают тоже многие. Поэтому сегодня очень первое, на что надо обратить внимание всем, и что очень важно, это культура посетителю. Вот это очень важно. И кто бы к тебе не пришел, какого бы возраста, как бы он не выглядел, к нему надо отнестись, как к самому лучшему твоему посетителю, чтобы он хотел к тебе прийти вновь и вновь. Каждый вечер я отсматриваю по интернету многие музеи, галереи, и Россия очень часто, потому что мы с Россией работаем плотно, с Россией, с Украиной работаем, просматриваю, что, где, у кого. Но это одно дело посмотреть, да, через интернет, другое дело побывать. А вообще самое главное, как чувствуете, как мы сами чувствуем. Поэтому научить, подсказать мировым, скажем, музеям нас очень сложно. У нас у каждого, даже возьмите Гомель, у нас одно помещение, у Дворца Паркова совершенно другое. У нас одни условия, у них совершенно другие. Поэтому требования у каждого коллектива свои. И сегодня каждое учреждение работает в своих условиях, в тех, которые у него созданы. Но есть одно главное условие – не забывать, что все наши посетители – это наши любимые посетители. И мы должны дарить им радость, искусство и культуру. А еще картинная галерея Гавриила Ващенко, скажем так, ведет такую политику, что для каждого зрителя должно быть доступно искусство. Ну это действительно так? Ведь посмотрите, все, что я говорила, я говорила о том, что для каждого зрителя. Я о тех проектах, например, что вы позволили зрителю, скажем так, заплатить ту сумму, которую они считают. Ну это вы говорите про акции. Дело в том, что в нашей галерее существует множество акций, и мы всегда на пульсе это держим. Первое. Ну, во-первых, свой день рождения. В свой день рождения к нам приходят все бесплатно. То есть и тот, у кого день рождения, и тот, с кем он желает прийти. Это первое. Второе. По понедельникам на наши выставки, на наши, не на коммерческие, подчеркиваю, существует акция «День подяки», когда стоимость билета определяет посетитель сам. Можете сказать, какая самая большая и самая маленькая стоимость? Могу сказать. Самая большая стоимость, но я назову в тех рублях, которые были 2 миллиона 700. Ух ты. Это приехал гость из Санкт-Петербурга, ну и самая маленькая, этот человек ничего не заплатил. Он так оценил, допустим. И это нормально. Это не страшно, что такая ситуация. Ну, значит, у человека такая сложилась ситуация. Но вы знаете еще, какой момент может быть? Когда человек принимает, вот приходит в понедельник и ходит по нашим залам, экскурсоводы потрясающе наши работают, рассказывают, ну, с огромной любовью. И когда люди выходят и говорят, вы знаете, а я бы хотел заплатить. И оплачивают полностью стоимость билета. Хотя билеты у нас недорогие. 3 рубля, 1,5 рубля стоит выставка, например, постоянно действующая. Ну, вот Ван Гога сейчас 10 рублей полный билет, льготный 6 рублей. Ну, я говорю вообще о выставке. И поэтому у человека появилось желание самому взять и заплатить билет. Хотя возможность мы предоставили бесплатно. Потом была у нас такая акция «Культурная пятница», когда по пятницам стоимость билета была всего 1 рубль. Понимаете, мы очень мобильные, мы очень лояльные, гибкие. И мы все время, я вам говорю, смотрим, какая ситуация в Белоруссии, какая ситуация в городе, как живут наши люди, какая обстановка. И под это всегда подстраиваемся, чтобы нашим людям, нашим жителям, гомельчанам и гостям нашего города было комфортно у нас и с нами работать. Осенний сезон не за горами. Уже можно ли говорить о тех проектах, которыми вы готовы удивлять наших зрителей? Саша, вот вы постоянно мне задаете этот вопрос. Или придержим в тайне. Да. Но вот вы, если вспомните, те эфиры, в которых я была, я всегда говорю, я не буду сегодня говорить о тех проектах, которые будут. Я очень суеверный человек. Потому что как только я расскажу в вашем эфире или интервью дам, что-то может сорваться. Поэтому давайте будем удивлять молча. Хорошо, тогда мы обещаем приехать к вам на открытие, на торжественную церемонию, обо всем узнать и нашим зрителям рассказать. Хорошо, хорошо. Принимается. Скажите, у каждого человека есть какие-то мечты. О каких выставках вы мечтаете? Вот каких выставок, что вы хотели бы привезти в галерею? Вы знаете, вопрос, наверное, такой риторический. Потому что сказать, что я хочу, это, наверное, будет не совсем правильно. Наверное... Дали, Шагал, вот сейчас... Ну, вы знаете, вот у нас все это было. У нас и Шагал был, и Дали, и Пикассо, и Матис. Чего еще не было? А чтобы понять, что сегодня показать нашим гомельчанам, для этого мы получаем информацию, определенную от жителей нашего города, нам пишут на сайт, сдают вопросы, а будет ли то. То есть, понимаете, здесь надо, я бы сказала, помониторить, посмотреть, что интересно людям. А может быть, наши люди захотят не зарубежное имя, а белорусского. Вот я вам хочу сказать, я охочусь за Валентином Гобаревым. Это очень известный белорусский наш художник, проживающий в Минске. У него потрясающие работы, и у нас было договоренно с ним два года назад. Но он продал все свои работы за границу. И вот сейчас я немножко наступаю на Валентина, и прошу его все-таки как-то посмотреть. Вот Гобарев очень был бы интересен нашей аудитории, скажем, нашим жителям нашего города. Ведь вы обратите, мы же очень много привозим и белорусских художников, и был Александр Демидов, и Елена Шлегель. То есть имена, которые известны в Минске, но неизвестны, допустим, гомельскому зрителю. Поэтому наша задача сегодня не только зарубежные имена, а очень хочется показать и белорусских художников, и наших гомельских художников. Кстати, в этом году у нас были и Татьяна Гершгорина была, и вот сейчас мы закончили Михаила Прянишникова из Светлогорского выставку, и мы планируем Виктора Ландарского, гомельского художника. То есть мы хотим сегодня быть всесторонними и показать сегодня не только зарубежные имена, а показать и белорусские, показать наше белорусское искусство. Это тоже пропагандировать сегодня надо. Вот вы сказали, что получаете и письма, и звонки, обратная связь со зрителем постоянно идет, вас о чем-то просят. Вот такой момент. Вы прислушиваетесь и делаете то, что хочет зритель, или все-таки слушаете их мнение, но ненавязчиво, скажем так, все-таки предлагаете то, что вы считаете нужным? Знаете, Саша, очень хороший вопрос. Очень хороший. Идете ли вы на поводу у зрителя? Вы знаете, не всегда. Буду честно вам говорить, не всегда. Прислушиваемся, стараемся учесть это мнение, но поскольку, как я вам сказала в начале программы, ты менеджер, который отвечает за стратегию и тактику развития этого учреждения, то это должен сканировать каждый элемент, каждый звонок и принимать, за что ты будешь отвечать, уже решение самостоятельно. Поэтому обязательно прислушиваемся, обязательно где-то вставляем что-то, то, что просят. Но вот пока еще ни одна просьба не осталась без внимания. Конечно, ни одна просьба. Идем, слушаем, прислушиваемся, но, конечно, принимаем решение уже целенаправленно сами. Для того, чтобы, знаете как, угодить всем. Всем. И тем, кто понимает, и тем, кто не понимает. Ну, чтобы... И маленьким, и взрослым. И маленьким, и взрослым, да. Потому что мы для малышей много работаем, делаем. Потому что, знаете, все-таки, как сегодня ребенку привит любовь к искусству, да? Когда он вечно сидит в своем гаджете. Да, когда он сидит в гаджете. Даже были такие моменты интересные. Я даже, помню, вам рассказывала. Просто проходит бабушка, видит, у нас потрясающие розы на территории. Ведь территория классная. Вы знаете, даже похвалюсь, мы занимали третье место в Республике Беларусь по благоустройству своей территории. На нашей территории 86 наименований растений. И поэтому проходит человек мимо галереи, да? И когда он останавливается и смотрит, а ты ему говоришь, а вы проходите вовнутрь. Там тоже так красиво и интересно. Я хочу сказать, мне иногда бывает очень жаль, что час пролетает незаметно. А уже час прошел? К сожалению, но да. Поэтому я буду рад вас видеть снова у нас в гостях. Я думаю, что на протяжении года и осенью, и зимой, и весной нам будет о чем поговорить, что презентовать, представить, что обсудить. И я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что этим вечером вы нашли час времени для того, чтобы побывать у нас в гостях в нашей новой студии, рассказать много интересного и поделиться планами на будущее. Саша, спасибо огромное за приглашение. Конечно, я рассказала еще не все. Конечно, есть много о чем говорить, но давайте оставим на следующий эфир. Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Людмила Шамбалева была у нас сегодня в гостях на программе «Добрый вечер, Гомель». Завтра будет новый вечер. Безусловно, он будет добрым. С вами же мы увидимся уже на следующей неделе. Удачи вам. Пока. Субтитры подогнал «Симон»